Приветствую вас. Я бы сказал, что если у женщины есть немного гордости, если у женщины есть немного чести, скажем так, если у женщины есть чувство достоинства, вот, то она к вам не вернётся. По одной простой причине, что вы будете напоминать ей о том времени, когда ей было плохо, когда ей было тяжело, болезненно, когда она была слабой, когда она была абсолютно ни на что не способной, вот. На мой взгляд, если женщина имеет чувство достоинства, ну вот, своего, и если у женщины болезненное самолюбие, то, как мы могли заметить, самолюбие у неё, к сожалению, достаточно болезненно, да, потому что, ну, она вас как-то и унижала, да, и не ценила то, что вы для неё делаете и так далее. Вот. С другой стороны, если женщина в общем и целом спокойно относилась к тому, что она болела и к тому, что у неё была инвалидность, то я думаю, что вернуть её вы сможете. Ну, в теории это возможно. Конечно. Другое дело, что нужно для этого будет сделать вам. Для этого вам нужно будет начать с ней, скажем так, немножко другие отношения, совсем не такие, какие у вас были до этого. То есть, грубо говоря, вам нужно будет выстраивать с ней отношения, которых у вас по сути и не было. То есть, это отношения более такие глубокие, более духовные, более эмоционально зрелые, скажем так. Это отношения, в первую очередь, основанные скорее на дружбе, на чём-то общем, на понимании друг друга, на комфорте друг с другом, а не на желании завоевать друг друга. Ведь когда завоёвывают друг друга, то идеализируют. Вот она вас идеализировала, она вас завоёвывала и в итоге испытала разочарование, потому что вы ей были нужны. И я, конечно, не говорю, что это единственная причина, но именно поэтому вы, возможно, и перестали что-то делать. Начали, как вы говорите, деградировать, потому что вы чувствовали, что у этой женщины к вам есть завышенные ожидания. И эти самые ожидания вы оправдать, реализовать, да, не сможете, вот. Поэтому мне кажется, что здесь, если вы и сможете её где-то вернуть, то, безусловно, только вот предложи быть друзьями. Сможете ли вы это сделать? Сможете ли вы общаться с ней? Ну, как ни в чём не бывало, как будто между вами не было семи лет. Сможете ли она это сделать? Ну, большой вопрос. То есть, если вы в ней нуждаетесь, то вот чем больше вы нуждаетесь в ней, тем меньше шансов вам её вернуть. Ну, потому что нуждаемость порождает гипер-гипермотивацию, а она мешает действовать спонтанно, естественно и больше, как бы, создаёт репродуктивных таких действий, которые не приводят к результатам. Ну, с другой стороны, такое впечатление, что вы готовы простить её за то, что она сделала вашим родителям, за то, как она повела себя с ними, за то, как она повела себя с вами. Вот такое ощущение, что вы готовы ей всё это простить. Ради чего вы готовы всё ей это простить? Если ради своих желаний каких-то, то мне кажется, что это не самое лучшее подспорье для того, чтобы возвращать человека. То есть, нужно, чтобы вы стремились и хотели сделать её счастливой. А для этого, собственно, необходимо, чтобы вы были ориентированы на неё, а не на себя. У меня такое ощущение, что вы ориентированы в большей степени на себя, чем на неё. Вот. Так что с этим моментом тоже нужно поработать. Поработать. Да? Как следует. Дальше. Значит. Вы говорите, что поначалу не любили её, она за вами бегала. Ругались очень часто, она страдала, бегала за мной. Ходила в зал, приводила себя в порядок и так далее. Сидела на диетах. Я вёл себя как эгоист, это пережили. Значит, потом всё нормализовалось. А из-за чего ругались, по какой причине? А через год-другой я её бросил, после руганий. А потом сам же бегал за ней, уговорил вернуться. Ну то есть у вас такая игра. Ты отдаляешься, я приближаюсь. Да? Игру можете это посмотреть в интернете, и это не в норме. Мы встречались, иногда ссорились. Ну вот, то что вы ссорились, это очень важный момент. То есть я не знаю, не знаю, считаете ли вы ссоры с чем-то нормальным. Да? Но вообще-то это не нормально. И вот вы хотите девочку вернуть. Предположим, что вы её вернёте. Без каких-то выводов, без каких-то решений, хотя бы, ну, с вашей стороны. Да? Без каких-то изменений, возвращать её никакого смысла нет. Потому что никаких выводов в таком случае вы не сделали. Если вы не сделали выводов, значит, вы, соответственно, опять будете ссориться, опять будете ей что-то предъявлять. Опять у вас будут конфликты. А поскольку повела она себя некорректно и не очень красиво, то я полагаю, что у вас есть обиде на неё. И претензии, которые, вполне возможно, могут прорваться наружу в момент определённой ссоры. И прежде, чем её возвращать, все обиди нужно отпустить. Слушай. Иначе это не имеет никакого смысла. А ссили вместе я стал забивать на себя, потерял работу, сидел на все родители, деградировал и, конечно, не развивался. Я не очень понимаю, почему, конечно, не развивались. И вообще, как-то вот это странно получается, ссили вместе и я стал забивать на себя, потерял работу. А причина, в чем причина такого поведения? Вот. Ей это пристало нравиться, она меня мотивировала, результата ноль. Я стал агрессивным, огрызался на мелкие вещи и часто извил. Это было волнами, иногда проходило, иногда всё было шоколадно. Так, а как шоколадно, если вы не работали? В итоге за 7 лет мы расстаться успели раз в 5 и снова сойтись. Иногда при моей инициативе, иногда при её. Ну, понимаете, вот нет у меня такого чувства, что вы как-то отдаете себе отсчёт вообще в том, что происходит. Понимаете? То есть вы говорите, что я поначалу девочку не любил. Но когда вы её полюбили? Полюбили ли вы её вообще? Может быть, это у вас просто привязано к ней. Вот. А как это связано с тем, что вы стали на себя забивать? То есть очевидно, что она на вас влияет негативно. Вот. Как бы ограничивает ваше стремление развиваться, например. Так. Это игра. Вот. Игра. Ты отдаляешься и я приближаюсь. Потом мы открыли общий бизнес, который приносил деньги и хорошие. Я тогда действительно сильно подзаморочился и бизнес открылся. Как-то тоже очень странно это звучит. То есть вы не хотели работать. Вы деградировали. Вы открыли общий бизнес. Она забрала его себе. Манипуляциями, не буду вдаваться подробностей, слила меня. Но я ругался, ругался, потом успокоился. А что значит вы успокоились, если это ваш бизнес и вас его забрали? Вы почему успокоились? Бизнес остался у неё, она стала финансово независимой. Я даже рад был, что нашла своё признание, хотя в душе было обидно, что меня реально скрыли, оттуда и выкинули. И до сих пор обидно вам. Обиды ещё есть на этот момент? Если да, то отношения вам возвращать не стоит. Это точно. Далее у неё началась болезнь, полтора года мучений, дорогих операций и много всего. Полтора года жили эти. Но опять же, опять же, смотрите, вас сливают из бизнеса. Вы это принимаете, как будто ругаетесь, только непонятно, как это всё разрешилось по итогу. Вот. Бизнес остаётся у неё, а вы продолжаете с ней быть. Вопрос. Что у вас с самооценкой? Далее у неё началась инвалидность, значит, и когда у неё началась инвалидность, вы стали ей помогать. Опять вопрос. Что у вас с самооценкой? Ваши родители вбухали в неё немедленно денег, немного помогали и её, а они бедны. Значит, ваши родители вбухали в неё много денег. С какой стати? Зачем? Это ваша женщина. Вы для неё либо что-то делаете, либо нет. Почему? Родители помогают ей в лечении, тем более, что вы немущая жена вроде бы. Я же продолжал сидеть на шее у кого и материально не помогал. Почему? А бизнес? Знаете, то есть вот ваша позиция здесь, она очень расплывчата. Я проехал тысячи километров с ней на машине во всех больницах и учреждениях, их было много, поверьте. А зачем нам верить? Вы как будто оправдываетесь. Вы как будто оправдываетесь перед нами. А зачем? Не очень понимаю. Вы как будто не уверены в себе и обрадываетесь перед нами, что, мол, вот я что-то делал. Так вы могли что-то делать, вопрос в том, для чего вы это делали. Если вы это делали, чтобы доказать себе, что вы нужный, ну просто нужный ей, например, или вообще нужный. Это одно, да, это ваша проблема. Если вы делали это для неё, окей, здорово, но в таком случае я не вижу смысла вам это всё говорить, это всё объяснять. Ну вот. Значит, она не оценила, сказала, что я не вложил ни копейки, она во мне мужчину не видит. Ну так правильно, если вы были для неё просто помощником, если вы просто были рядом, если вы никак себя не ценили, и если вы вели себя соответствующе, то да, она не видела вас в мужчину. Это действительно так. А должна была? А вы знаете, что, что для этой девочки есть мужчина вообще? Дальше. На тот момент я крайне удивился. Почему? В бизнесе поступил заказ на много денег, я работал, помогал и руки в кровь получил копейки с недовольством. А зачем помогали? Опять же. Особо на эту тему не парился, мне было всё равно. Вот в том-то и дело, понимаете, что вам на себя так как-то всё равно. Знаете, в чём дело? Если вы хотите девушку вернуть, то надо бы, чтобы вам перестало быть всё равно на себя. Чтобы вы не ценились во свой труд. Ценились в себя. Вы же ругались. Ну как-то вот из-за чего-то. Ну вот. Вы же ругались, значит вы что-то защищали, значит вы что-то отстаивали. Вопрос в том, что отстаивали. В итоге она ушла. Но я полагаю, что если вы позволяли ей так обращаться с собой, то логично, что она ушла. Она не чувствовала вас, мужчину. Общими силами моих родителей и стояниями на коленях убедили её дать шанс. Ну, я не знаю. Вы понимаете, что это значит? Какие-то родители. Какие-то убеждения дать шанс. Принуждение какого-то. Это как вообще возможно? Какое отношение ваши родители имеют к вашим отношениям с ней? Если убедили её дать шанс, и вы видите, что она дала скрипя зубами. Почему не нашли работу? Не оценили то, что она сделала. Дала. Значит, далее она закатила скандал, полила всякой грязью, довела мать мою до слёз, съехала и порвала все связи. Все до единой. Ну, ей неприятно с вами общаться, вы напоминаете ей о минутах её слабости. Я об этом уже говорил. Другое дело, как вы восприняли и воспринимаете то, что она ваша мама любила до слёз. И как после этого вы собираетесь с ней встречаться? Ведь, наверное, девушка не будет просить прощения у мамы вашей. У меня на душе всё упало. Что именно? Что произошло? Как вы себя чувствовали? Как вы себя ощущали? Я за ней не бегал, не умолял вернуться. Что я сделал? Я привёл себя в порядок, попрылся, стал выглядеть не как бомж. Начал работу, причём нормальную. Стараюсь не болеть носом. Дико недоумеваю, как она могла забыть столько сделанного для неё со стороны моей семьи. Ну, потому что не то, чтобы забыть, она просто не считает эту сцену. И более того, я открою вам небольшой секрет. То, что делала для вас её семья, вот и ваша семья, то, что делала для неё ваша семья, это было сделано абсолютно добровольно. И она об этом, я так понимаю, не просила. Поэтому, если вы делали что-то для неё, это был ваш выбор. И почему она должна об этом вспомнить, для меня загадка. То есть, вы либо делали это всё для неё, потому что она... Ну, потому что вы сделали её родным человеком. Либо вы ожидали какой-то благодарности. Я здесь уже думаю, что зависит от вас. Собственно, вопрос. Девочка, она уникальная. С чем? Для неё у меня было неумеренное количество, но она зацепила самую душу. Не буду описывать, чем, но это так. А вот, вряд. Надо было бы описать. Реально ли её вернуть как-то? Ну, понимаете, а зачем? Тут ключевой вопрос. Что вы её любите, вы так и не сказали. Что она зацепила вас? Да, но зацепить это не значит любить. Зацепить это скорее означает, что вы в ней увидели какие-то свои желания. Причём желания деструктивные. Вот. Но это ваше право. Я думаю, что прежде всего вам нужно определить, что если вы её вернёте и опять начнёте деградировать, она от вас идёт совсем навсегда. Что это стоит ещё более навсегда, чем сейчас. Так что вы уверены, что если вы её вернёте, вы не деградируете. Вы опять не начнёте деградировать. Вы уверены, что она на вас влияет позитивно? Я думаю, что сперва нужно разобрать то, почему вы висели на шее родителей, не работали, но себя забивали с ней, а потом уже её возвращать. Потому что, ну, вы её вернёте и всё пойдёт по второму кругу. И это ни к чему хорошему не приведёт, на самом деле. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Я вам желаю всего-всего-всего самого доброго и удачи.